У каждого человека своя история, тот самый миг между прошлым и будущим. И у города своя судьба, его историю пишут люди. Здравствуйте! Это проект Николая Пивненко «Люберцы из века в век». Все подтверждено реальными историческими документами, многие из которых вы увидите впервые. На очереди второе десятилетие 20 века хроника люберецкой жизни с 1910 по 1920 годы сквозь призму отечественных и мировых событий. Десятилетие сплошных войн революции, причем повсеместно. Все подробности совсем скоро, а пока... К 1910 году завершилась русско-японская война, где эти страны боролись за влияние в северо-восточном Китае и Корее. Был подписан Портсмутский мирный договор, признавший поражение России. Спустя два года завершается первая русская буржуазно-демократическая революция, результатом которой стали реформы, созыв Государственной Думы, легализованные партии. В 1908 произошла Младо-Турецкая революция, свергнув султана и восстановив Конституцию. В 1910 начинается Мексиканская, а год спустя – Синьхайская революция. В 1911 году завершается революция в Персии. Там принята Конституция. К тому же в 1911 году разгорается и Тало-Турецкая война, а в 1912 – Балканская. Мир все быстрее скатывается к Первой мировой. Мир все быстрее скатывается к Первой мировой. Мир все быстрее скатывается к Первой мировой. Редко можно встретить в человеческой истории периоды, когда только революции происходят буквально в одном десятилетии. Казалось бы, только что отгремел 1905 год, а в Люберецкое окно стучится уже 1917. Люберчане стали и участниками Первой мировой войны, и свидетелями Второй русской революции, тоже участвовали в ней, ну и, конечно же, в братоубийственной гражданской войне. Впору задать главный вопрос – а как вообще тогда людям удавалось жить? В эпоху, когда сама смерть правила Балк, а социальные и политические кризисы буквально ломали людей, судьбы людей пополам. Давайте разбираться вместе. А пока… Период с 1910-1914 годов был особым в истории мира. Серьезное напряжение в отношениях между основными соперниками – Германии, Австро-Венгрии, Франции, Великобритании и Россией. Несмотря на то, что императоры и короли были родственниками и часто гостили друг у друга, власть вносит свои коррективы. Политическая нервозность стимулировала невиданный размах промышленного и военного шпионажа. Параллельно фиксируется невероятный скачок в развитии литературы, кинематографа, спорта, балета и театра. В России юбилей Романовых с шествием бояр в Москве. В Лондоне, в соборе Святого Павла, при невиданном стечении народа, месса по погибшим участникам Южной полярной экспедиции. А уличные декорации в честь 25-й годовщины правления германского императора Вильгельма II превосходили все ожидания. Новости, как из рога изобилия, гибель Титаника, извержение вулкана в Крыму, частые крушения поездов, убийство греческого короля Георга I и великого визера Махмуда Шевкета Паши в Турции, восстание на Ленских приисках, всеобщая забастовка в Бельгии, выступление млада турок, беспорядки в Пекине. Мир, сам того не понимая, явно приближался к новому, доселе неизвестному событию, которое явно должно было перекрыть по ощущениям и результатам все то, чем жил последние десятилетия. Россия в эпицентре событий. Порою по нам сверяют европейские и мировые часы. Особняком тут стоит 1913 год. И в школе, и в УЗИ, и у коллег-документалистов обязательно обратят внимание на этот самый благоприятный период правления императора сложной судьбы Николая II. В Люберцах можно найти массу архитектурных свидетельств того времени, сохранивших память о реальном индустриальном величии. И мы сейчас отправимся туда, где сама история поможет нам воссоздать былую роскошь и мощь предприятия, известного на всю страну и далеко за ее пределами. А пока... Трехсотлетие дома Романовых. Под знаком этого юбилея прошел весь 1913 год. Последний мирный год в истории России. Торжества начались в Петербурге, в феврале, а затем распространились по всей стране. Многоликой империи чествовало свое прошлое, думая о стабильном настоящем, надеясь на благоденствие в будущем. И никто не мог вообразить тогда, что у династии, монархии и России это последний праздник, что пройдет всего несколько лет, как рухнет весь формировавшийся веками мирополядок и уклад жизни людей. Экономика России накануне Первой мировой войны существенно растет. Россия производит более 5% мировой промышленной продукции. В стране хватает черных металлов и проката. Растет выпуск паровозов, вагонов, речных судов и нефтепродуктов. Россия заняла второе место в мире по добыче нефти. Четвертое по продукции машиностроения. Пятое по чугуну и хлопку. Восьмое по электроэнергии. Лидером становится тяжелая промышленность. Прежде всего черная и цветная металлургия. За 1910-1913 года объем промышленного производства в стране увеличился на 76%. Мы в поселке Октябрьский, история которого непосредственно связана с революцией машин. Правда, известен этот был поселок под названием Балятина еще с 16 века. А в 1722 году, по указу самого Петра I, здесь неподалеку существовал палашный завод. И ради него создавали специальную систему стоков. В итоге образовалось вот такое огромное озеро. Спустя некоторое время Анна Иоанновна строит здесь уже суконную фабрику. Предприятие довольно быстро осваивает производство специальных армейских полевых палаток. Ну а в 19 веке эту то ли фабрику, то ли завод, то ли предприятие приобретает товарищество Горкинской мануфактуры. В 1898 году уже бумагопредильная и ткацкая фабрика под руководством Плефта Тихоновича Шарыгина вводится в эксплуатацию. Воспоминания прамнучки купца Плефта Шарыгина Татьяны. Все началось со старой книги, на каждой странице которой был наклеен кусочек хлопчатой бумажной ткани. А рядом от руки написан рецепт ее изготовления. Указаны красители, как правило натуральные, и режимы крашения. Ткани поражали своей яркостью, своеобразием и неповторимостью рисунка. Они выглядели нарядно, а ведь прошло около ста лет. Таких лоскутков оказалось более 700. Отец объяснил мне, что эта книга – рукописный журнал, который ввел мой прадед Плефт Тихонович Шарыгин на своей собственной горкинской мануфактуре. В 1899 году Плефт Шарыгин приобрел рядом с Мехнево под Москвой бывшую суконную фабрику, построив здесь ткацкое и бумагопредильное производство. По описи 20 тысяч веретен, а также 667 станков. Плата. Да. Новой фабрикой управлял его сын Иван, получивший инженерное образование. Капитал фабрики увеличили вдвое до 1 миллиона рублей. К 1910 году здесь будет установлено 715 станков и 21 тысяча веретен для пряжи. А еще через два года рядом с прежней фабрикой открылась еще одна. На нее закупили 722 автоматических новейших станка системы «Нордтроп». Мастеров отправили на обучение в Великобританию. Увеличили штат рабочих до 2400 человек, большинство из которых проживало в поселении фабричных квартирах. Расширяется и торговля тканями. Торговый амбар в Москве, комиссионерство в Варшаве и представительство в Узбекистане. Торговля тканями шла почти по всей России, в Поволжье, Сибири, на Кавказе и среднеазиатских владениях, а также в Польше и Персии. Торговый амбар в Москве Фабрика стала самым первым в истории России механическим ткацким производством. Здесь, недалеко от Москвы, впервые фактически появляется большой промышленный фабричный комплекс – Старогоркинская мануфактура. Кроме того, построили несколько дополнительных зданий. Это двухлетняя школа для детей ткацких рабочих, это больница, это, наконец, дома для рабочих, эдакая современная реновация бывших палашных цехов. А помимо всего прочего, отстроили главный корпус и, к тому же, свою собственную котельную. Все кирпичные здания мануфактуры Шарыгиных можно смело отнести к так называемому неоклассическому стилю. Говорят, что здесь не обошлось дело без архитектора Николая Кокорина. Он, в свою очередь, выстроил, например, знаменитое здание на Остоженке – здание учебных мастерских ремесленного приюта имени великого князя Сергея Александровича. Вообще, ученые, изучавшие эти дома, рассказывают, что они сохранили здесь, в поселке Октябрьский, уникальные первоначальные декоры, планировку, кирпичные пилястры и зубчатые карнизы, чугунный козырек крыльца, плитка на полу местами того начала XX века, лестничные пролеты, мостики, большие окна необычной формы, высокие потолки с характерными сводами. К истории фабрики мы с вами еще вернемся. А пока... Первая забастовка рабочих на фабрике Шарыгинах произошла еще в 1900 году. Стычки с администрацией будут частыми. Апофеозом станет организация фабричной партийной ячейки после февральской революции 1917 года. Пролетариям удалось добиться введения 8-часового рабочего дня против воли хозяина. Революционные вихри заставили владельца фабрики Ивана Шарыгина продать фабрику 2 октября 1917-го золотопромышленнику Стахееву. Затем ее и вовсе национализируют. С 1919-го фабрика не работала из-за отсутствия топлива. Через два года производство запустят вновь. Тогда же рабочие фабрики своими силами построили железнодорожную ветку протяженностью 7 километров. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Деревня Островцы, Раменский городской округ, самая граница с Люберецким городским округом. Мы находимся в так называемом Баулинском лесу, который получил название по имению господ Баулиных. Когда-то давно на самом высоком пригорке этого замечательного леса, который теперь находится в Томилинском лесопарке, располагалась знаменитая усадьба Баулиных. В 1917 году усадьбу придется продать за долги все тому же предпринимателю Шарыгину. Впрочем, он не успеет ею воспользоваться в полной мере. Наступают другие времена. При большевиках усадьба превращается сначала в специальный профилакторий для рабочих той самой фабрики Шарыгина, а потом будет работать в режиме пионерского лагеря под названием «Юный ленинец». И это тоже важно, потому что недалеко от этого пионерского лагеря бывшей усадьбы находился домик лесника, в котором охотился сам Владимир Ильич Ленин. Поэтому даже памятник здесь будет построен. Но к сегодняшнему дню остался только лес. Ни памятника, ни домика, ни самой усадьбы, увы, не сохранилось для истории. С Баулинским лесом связан любопытный исторический эпизод. 13 февраля 1921 года сюда приезжал охотиться вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин вместе с братом Дмитрием и двумя товарищами. Зашли в гости к егерю Федору Рязанцеву, у которого было двое детей – сынишка Алексей и дочка Клавдия, от рождения глухонемая. Ленин проявил внимание к детям лесника, погладил по голове мальчика и якобы произнес пророческие слова. «Быть тебе героем». А глухонемую девочку помог отправить на лечение в спецлечебницу, где ее научили писать, разговаривать жестами. Впоследствии она обрела профессию и смогла жить самостоятельно. Затем Владимир Ильич Ленин выступает перед рабочими. С его помощью была перезапущена фабрика. А позднее он прислал для голодающих жителей поселка вагон муки. Кстати, Алексею Федоровичу Рязанцеву в Великой Отечественной войне будет присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Золотой Звезды. Боевой летчик в боях с фашистами он сбил 24 вражеских самолета. Был тяжело ранен, а после госпиталя снова в бой. А в самом Баулинском лесу располагалась зенитная батарея, защищавшая небо Москвы от вражеских налетчиков. 1921 год, февраль, 13-е. Ленин в сопровождении Яна Эрнестовича Рудзутака и Дмитрия Ильича Ульянова уезжает в 8 часов утра на автосанях за город, охотится в окрестностях деревни Баулина Бронецкого уезда Московской губернии. После охоты он приезжает в рабочий поселок Новые Горки на Старогоркинскую предельно-ткацкую фабрику, заходит в бюро местной партийной ячейки, беседует с ее секретарем и другими коммунистами, знакомится с состояниями дел фабрики и положением рабочих, интересуется работой партийной организации, просматривает протоколы партсобраний. Вечером в помещении клуба Ленин беседует с рабочими, затем по их просьбе выступает с речью о международном и внутреннем положении Советской Республики, о роли и задачах профсоюзов восстановления народного хозяйства. Владимир Ильич с похвалой отзывается об инициативе рабочих фабрики, построивших железнодорожную ветку до станции Быково и заготовивших топливо для своего предприятия и поселка. В 21 час 30 минут Ленин возвращается в Москву. «Ленин в Москве и Подмосковье», издание 1974 года, страница 309-310. Годовщины дня рождения и дня смерти великого Владимира Ильича Ленина отмечались, конечно же, здесь ежегодно. Впрочем, практически невозможно уже найти место, где стоял памятник вождю, где проводились торжественные мероприятия. Остались кое-какие развалины. Сначала звание имени Октябрьской революции получает фабрика в 1922 году. Что же касается самого поселка, то тут ситуация любопытная. Своё новое название «Октябрьский», которое мы знаем уже сегодня, он получит только в 1957 году. Ну а сегодня в Баулинском лесу вы уже не найдёте ни памятник вождю мирового пролетариата, ни пионерского лагеря «Юный ленинец», который когда-то работал здесь. Узоры на тканях получают и другим способом. Из окрашенных нитей на особых станках. На таком станке несколько челноков. Остановим движение. В каждом челноке нить разного цвета. Разного цвета и нити основы. Переплетаясь, они создают нужный рисунок. 23 октября 1918 года, по решению Московского облсовета, предприятие перейдёт государством и станет первой государственной фабрикой в Люберецком районе. От бывших шарыгинах советской России нам на память останется имя другого сына Палеевкта Тихоновича Павла, который целиком отдался научной деятельности. Исследование в области натрия органических соединений принесёт ему мировую известность. Его монография переиздавалась не раз. Он сыграл большую роль в создании Всесоюзного института искусственного волокна. Предложенные им пути синтеза душистых веществ широко используются до сих пор в парфюмерных производствах мира. Павел Шарыгин был действительным членом Академии наук СССР. Входил в состав русского физико-химического общества, немецкого и американского химических обществ. Накануне трагических потрясений люберцы фактически превращаются в индустриальный центр. Не стоит забывать и ещё про одно градообразующее предприятие – Люберецкий завод жатвенных машин, который возник благодаря Преображенской церкви. Именно на её территориях, купленных господином Карлом Вехельтом летом последнего года XIX века, скоро возникнет настоящий индустриальный гигант. Благочинному священнику Александру Колычеву июля первого дня 1899 года, ваше высокопреподобие, имею честь донести вам, что деньги за купленную мною землю у церкви села Люберец в сумме 18 851 рубль 50 копеек внесены мною в московскую контору Государственного банка в комиссионное отделение на текущий счёт, на что имею выданную конторой банкокнижку, которая находится в настоящее время у нотариуса А.Ф. Номма, живущего на Ильинке, в доме Троицкого подворья, о чём считаю долгом довести до сведения вашего высокопреподобия. КОНЕЦ Прусский подданный, правда, не предполагал, что скоро обанкротится и продаст предприятие американцу Томасу Пурде. Международная компания жатвенных машин в России в декабре 1909 года купила Люберецкий завод и развернула на его площадях производство жаток лобогреек. К 1910 году предприятие изготовит уже 17 тысяч уборочных машин. Первая мировая война, естественно, внесёт свои коррективы. Выпуск мирной продукции сократят в пять раз. За счёт этого развернут производство корпусов для трёхдюймовых снарядов. Через четыре года после окончания Первой мировой и спустя год после Октябрьского переворота завод, пока ещё фактически американский, окажется в водовороте материальных проблем в свете жёсткой смены власти. Квитанция на 36 752 рубля 73 копейки выдана московским казначейством 3 октября 1918 года. Принята от Международной компании жатвенных машин в России в уплату депозита Московского уездного совета депутатов рабочих и крестьянских депутатов за вторую половину 1917 года по окладным листам Московской земельной уездной управы. В Люберецко-Перовский волосной совет рабочих и крестьянских депутатов в дополнение к нашему письму от 9 октября при сём препровождаем копию удостоверения от департамента окладных сборов о том, что в его делопроизводстве находится ваше заявление в связи с наложенными на завод земскими сборами. РСФСР, комиссариат финансов, департамент окладных сборов, отделение 903, 18 октября 1918 года, номер 4573. Сим удостоверяется, что в производстве департамента окладных сборов находится заявление Люберецкого завода Международной компании жатвенных машин в России о непосильности для предприятия наложенных на него земских сборов. 26 октября 1918 года Люберецко-Перовскому революционному совету рабочих и крестьянских депутатов «Земельный отдел». Подтверждая получение вашего отношения на имя Исполнительного комитета рабочих, на нашем заводе настоящем имеем честь сообщить, что оклад за землю за 1917 год нами оплачен. А. Добавочный за землю 1917 года в размере 428 рублей 64 копеек 11 октября в кассу Московского уездного совета рабочих и крестьянских депутатов. Б. 997 рублей 40 копеек за землю за вторую половину 1917 года нами была внесена в московскую контору Государственного банка 2 апреля сего года одновременно с другими суммами за заводы дома. Всего 36 752 рубля 73 копейки. Эта сумма по недоразумению была внесена в Государственный банк в счет Московского губернского казначейства. Ныне, после личных объяснений с комиссаром финансов товарищем Леонтьевым, мы обратились в Государственный банк и губернское казначейство для выяснения нахождения означенной суммы и в результате получили от Московского казначейства прилагаемую прессом в копии квитанцию. На основании этого мы считаем, что земский оклад за землю 1917 года нами оплачен полностью. Что же касается штрафа в размере 100% за 1917 год, в размере 1426 рублей 4 копеек, а также земского оклада за 1918 год, то таковые мы пока платить не можем, ввиду того, что нами подано комиссариату финансов, департаменту окладных сборов, заявление с просьбой рассмотреть вопрос о правильности обложения нашего предприятия, о чем у нас имеется соответствующее уведомление департамента окладных сборов от 18 октября всего года за номером 4573. В 1912 году руководить предприятием назначен Николай Августович Круминг. Он и ведет переписку с новой властью. Обратите внимание, какая неразбериха между новыми еще до конца не сформированными органами, пришедшей власти и старыми еще до конца не распущенными. Нужно отдать должное директору завода Крумингу, личное знакомство которого с Лениным позволило аж до середины 20-х заводу быть самостоятельным. Предприятие будет национализировано только после того, как американцы окончательно покинут завод и Советскую Россию в 1923 году. Ну а в следующем, когда уже этот мир покинет Ленин, завод будет национализирован и переименован в Государственный Люберецкий завод жатвенных машин имени Ухтомского. Но мы забежали далеко вперед. Накануне Первой мировой войны, близость к столичному городу все больше вовлекает местных жителей во всевозможные военно-экономические события. Но при этом обычно жизнь тоже продолжается. Люди рождаются, женятся, работают, покупают еду и одежду. Давайте попробуем восстановить обычный быт Люберчанина, ну или его соседа-москвича, который здесь неподалеку купил дачку. Для этого у нас есть некоторые приблизительные цифры. Ну а пока... В начале 20 века в Центральной России батон ржаного свежего хлеба можно было купить за 4 копейки. Полкило пшеничной муки стоило 8 копеек, а полкило мяса чуть больше 20. Килограмм сахарного песка – 25 копеек. Литр молока – 15. Килограмм шоколадных конфет или соли, или соленый огурец стоили 3 копейки. Десяток отборных яиц отдавали за 25 копеек. Килограмм простых макарон – 20. Литр сметаны – 80 копеек. Килограмм сливочного масла предлагали за рубль 20. А кофе в зернах продавали по 2 рубля. Стандартная бутылка водки в среднем могла обойтись в 40 копеек. Среди деликатесов предлагались икра черная зернистая. За 1 килограмм – 3 рубля 20 копеек. А икра красная соленая – 2 рубля 50 копеек. Сыр по иностранной технологии швейцарский. 1 килограмм – 1 рубль 40 копеек. Попробуем сравнить с днем сегодняшним. Николаевский рубль приравнивался к 7 742 грамма золота. Получается примерно. Рубаха на выход в те времена стоила 5 250 современных рублей. Пальто длинное – 26 265, гармонь – 13 130. В хозяйстве, естественно, не могли обойтись бесконной тяги. К примеру, лошадь для повозки стоила 175 100 сегодняшних рублей. Лошадь ломовая, рабочая – 122 570. Хорошая дойная корова обошлась бы примерно в 105 060 нынешних рублей. Для светских утех приобретали рояль – около 350 200 современных рублей. Ну и автомобиль – 2000 николаевских рублей. По сегодняшним ценам это примерно 3 502 000 рублей. Самое время поговорить и о зарплате тех времен. Если не брать во внимание зажиточных купцов и продвинутых промышленников, то неквалифицированный рабочий в среднем получал от 25 до 35 рублей в месяц. Специалист токарь, электрик или слесарь мог зарабатывать от 75 до 125 рублей. Офицер, который только что начал службу, получал жалования в размере примерно 70 рублей. Еще раз напомню, батон хлеба стоил тогда 4 копейки. Ну а как же жили в больших и малых городах? За несколько лет до русских революций съемное жилье в России в среднем стоило 20 копеек за 1 квадратный метр. Давайте считать. К примеру, двухкомнатная квартира 50 квадратов. Стоимость аренды, соответственно, составляла 10 рублей в месяц. Это примерно 17 тысяч сегодняшними. Шикарная 4-5-комнатная 100 квадратов стоила 20 рублей за 35 тысяч современных. Малоимущие граждане могли снимать комнату или койко-место, как правило, это 3-4 квадратных метра, или даже угол всего 2 квадратных метра за 40 копеек в месяц. На наш счет это примерно 700-800 рублей. Для сравнения, стоимость жилья в Москве в те годы или Петербурге за 1 квадратный метр колебалась от 60 до 80 копеек. Примерно в 3-4 раза дороже. Уже тогда москвичи рассматривали местные достопримечательности для обустройства своих личных дач. Ну а промышленный рост только подстегивал эту ситуацию. Но к стоимости серьезной квадратного метра люберцы тогда были еще не готовы. Дело в том, что с 1865 по 1925 год люберцы были селом. Об этом мы еще обязательно вам расскажем. Ну а пока конец первой части. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok